День восьмой. Пахнет просто обалденно. В принципе, кажется, что лицо уже пришло в норму. Единственное, синяк здесь ещё остался, но я его спокойно закрашиваю. В этом нет никаких проблем. Осталась у меня ещё болезненность вот здесь и твёрдость. Так же самое, как и вчера, уже она как-то особо не сходила. По болезненности болят сегодня ещё зубы. И мне даже пришлось выпить обезболивающее на восьмой день. Но я выпила не немесила, а другой аналгезин. Но при этом, при всём, я начала намного лучше есть со вчерашнего вечера. Получается, с вечера седьмого дня. По чуть-чуть, по чуть-чуть я начала лучше есть. Вчера суши съела. Ела я их, наверное, час колупала, сидела по чуть-чуть, тут рис пережёвала. Ну, уже немного смелее стала. И сегодня утром я уже даже нормальную, в принципе, поела. Всё равно пытаюсь твёрдое какое-то острое не есть. И аккуратно, то есть медленно, всё равно как-то, чтобы избежать какой-то травматизации этих участков. Ну и плюс болезненные ощущения присутствуют, когда еда на них попадает. И сегодня девятый день. Вчера, конечно, что-то пошло не так, потому что вчера целый день страдала от боли. Мне, кстати, то обезболивающее не помогло. Лучше бы я выпила, не месил. Видимо... Чина, не ходи на коврик! Кш-кш-кш-кш! Не травит! А мамину новые кеды. Да, они пахнут, но не нужно. Так как-то вчера всё пошло не туда. Вроде бы лучше себя чувствовала, но зубы как-то разболелись. Просто разболелся весь рот. Сегодня я попробовала своей электрической щёткой зубной почистить зубы. И пока это не лучшая идея, я пока не могу к ней вернуться, потому что нужно держать рот закрытым, когда чистишь такой щёткой. Потому что я мануально, например, вот заглядываю, куда я могу дойти, а электрической такой не получается, потому что всё начинает разлетаться. В итоге это пока не лучший вариант, конечно, на ощупь туда залазить. Тем более там такие обороты, что я не хочу обратно там получить рану, поэтому пока ещё рановато всё-таки. А сегодня я уже лучше кушала. Я жевала сама бутерброды, поздравьте меня, уже кофеёк утром себе делаю. Ну, даю ему остыть ещё, в принципе, всю пищу. Я ещё остужаю горячее, до сих пор ещё нельзя. Так, в принципе, уже жизнь по чуть-чуть налаживается. Сегодня, кстати, болит меньше, чем вчера. Вот не знаю, вот как-то так вот захотелось ему и всё. В общем, сегодня я прям на позитиве. Завтра к врачу, мне к хирургу на 12 часов. Завтра поеду, узнаю, что там дальше меня ждёт. Отёк, кстати, тоже уже больше спала. Осталось буквально в нескольких местах. То есть, он такой уже больше очагами какими-то. Вот здесь, где мне очень надавили, там, где синяк у меня был, но он до сих пор ещё там остался. Ну, чуть-чуть уже такой слабенький. Вот здесь у меня очаг такой плотненький. Вот здесь и вот здесь. То есть, с такими как бы шариками. Отёк понемножку уже каждый день рассасывается. Тоже лучше это всё становится. Сегодня десятый день. И я думала, что он будет попозитивнее, конечно, чем на самом деле он оказался. У меня до сих пор болит здесь слева внизу. И вот здесь у меня есть уплотнение. Сегодня я была у хирурга. Сказал он, что справа, там, где вообще была такая нормальная покоцанная десна, там она зажила нормально уже. То есть, она затянулась. Ну, само собой, снизу ещё костная ткань будет нарастать. Ну, сверху нормально всё уже. Верхнее тоже нормально. А слева у меня появилось осложнение. К этому я была не готова. В общем, у меня появился щелеведный дефект. И в чём его опасность? В том, что между зубом и десной теперь забивается у меня пища. И обычным полосканием она не вычищается. И, само собой, может потом хуже заживать. Или, возможно, какие-то другие осложнения. И что мне сказал пока делать хирург? Он мне сказал, чтобы я купила грушу. Самую маленькую какую-то в аптеке. И промывала именно под напором это место. Чтобы вымывать оттуда пищу. После каждого приёма пищи. И в итоге, что я сделала? Я зашла в аптеку. Купила самую маленькую, которую только можно было с мягким кончиком. Чтобы ничего там не повредить. И так как я с ними до этого, если честно, была не знакома. Я почитала, что вообще как обработать. Потому что в рот всё-таки. Я нашла инструкцию, что нужно прокипятить. Дистиллированной воде так и сделала. Всё прокипятила. Обработала. И попробовала водой промыть один раз. Сейчас, в принципе, мне кажется, намного лучше это, чем просто промывать стаканом. Ну, полоская рот. Но, конечно, хуже, чем с вот этого специализированного шприца. У них в стоматологии. Он мне сегодня промыл только левую эту лунку, с которой есть проблемы. И наложил туда опять повязку. И теперь мне нужно идти к нему через два дня. Поэтому пока ещё история не закончилась. Если честно, я была к этому не готова. Но по ощущениям у меня было, что что-то там не то. Потому что именно в том месте у меня как раз болит. Но в том, что что-то не так заросло, у меня, конечно, не было предположений. А и по поводу уплотнения. Вот это вот уже я вам всё жаловалась на него, что оно болит и не проходит. Справа уже у меня вообще вот здесь всё прошло. То есть, я могу спокойно трогать. А слева вот здесь у меня, ну, во-первых, видна асимметрия. Вот если присмотреться, здесь есть горбик больше. Остатки отёка. Ну, в общем, тоже ждать пока. Больше с этим ничего нельзя сделать. Смотря на то, что боль есть. Вчера она была и сегодня она есть. И я не пью эти дни обезболивающие. Потому что, ну, это уже прям очень долго сидеть на обезболивающих. Я терплю. И это такие изнуряющие, ноющие боли, которые постоянно, они никуда не проходят. Но при этом, вроде бы, они слабоваты для того, чтобы не месил какой-то пить. Но при этом они чувствуются постоянно. И, конечно же, хочется, чтобы побыстрее это всё прошло. День одиннадцатый. Сегодня я терпела весь день. И в итоге поняла, что придётся выпить обезболивающее. Не думала я, что так долго будет у меня болеть. С левой стороны внизу, там, где у меня вот это осложнение. Оно, не оно, не знаю. Но факт в том, что болит и не проходит. Вчера, позавчера вот оно одинаково как болело, так и не проходит. Но в итоге я чувствую, как у меня уже голова от этого напряжения, постоянной пульсацией болевой начинает болеть. И я понимаю, что оно не проходит. А так, в целом, в остальном всё то же самое. Хожу с грушей в ванную, промываю рот, полоскаю. Ем пока мягкую пищу. Всё то же самое. И жду, когда перестанет болеть. Уже нет сил. 12-й день прошёл намного лучше, чем 11-й. Настолько намного лучше, что я даже забыла записать кусочек этого видео. Сейчас 12 часов ночи. И я только подумала о том, что я не отчиталась вам по поводу своего самочувствия. А всё потому, что сегодня всё было хорошо. Вчера был просто какой-то ад. Реально ад. Потому что мне было, наверное, больнее, чем даже в первые дни. Непонятно почему. А сегодня я проснулась с ужасом. Первые мысли мои болит. Ну что, так же, как и вчера. Но нет, было всё терпимо. То есть, были такие какие-то поднавающие ощущения. Но в целом всё нормально. То есть, это не мешало мне чем-то заниматься. Ела я сегодня тоже смело. Всё хорошо. Попыталась съесть батончик с орешками. Откусила маленький кусочек. Поняла, что это чересчур пока. А так, в целом, уже жую нормально. Уже пытаюсь нормальную еду есть. Ничего не перемалываю. То есть, намного всё лучше. Завтра я иду к хирургу. День 13. Сегодня я ездила утром к врачу. Пожаловалась ему на то, что позавчера у меня были очень сильные боли. Слева внизу. На что он ничего не сказал. Но уверенно запихнул туда лекарство, которое настолько больно туда запихивалось, что я аж ойкнула и было желание заплакать. Какие-то отголоски не очень хорошего заживания. Потому что справа мы вообще не трогаем уже. А слева вот до сих пор канитель такая. И он мне назначил ещё аж на понедельник. Я уже, честно, с счёту сбилась сколько раз. Я уже ходила на приёмы после удаления. И сделал он мне ещё промывание. И наложил повязку ещё с другим лекарством. Я домой пришла где-то часа два не ела. Потерпела. Думаю, пускай лучше там это лекарство поработает. А потом всё-таки мне захотелось есть. И я ела суп со вкусом стоматологии. Было это просто отвратительно на самом деле. Даже после удаления со вкусом крови было приятнее, чем сегодня. Такую жуть я вам рассказываю. Ну а так, в принципе, по ощущениям. По болевым у меня беспокоят сейчас шестые и седьмые зубы. Они у меня сейчас сочувствительные при накусывании. То есть, если я что-то кусаю и начинаю жевать, эти зубы как будто больные. Но на самом деле они здоровые. Раньше у меня это было, в принципе, по всему рту. А сейчас у меня вот эти последние зубы болят. И плюс у меня ещё воспалились практически все дёсны во рту. И кажется, что дёсны, не зубы, они не так болят. Нифига подобного. Они реально болят. И болят довольно сильно. Я чувствую, что мне нужно переходить на мою обычную электрическую щётку. Потому что, возможно, от этой мануальной ещё есть дополнительное какое-то раздражение. Поэтому я оставлю её только на седьмые зубы. Буду дочищать ей. А теперь с этим лекарством не знаю, что дальше делать. Потому что оно там осталось. Оно вот запихнуто между десной и зубом. То есть, оно аж вовнутрь там запихнуто. Я его чувствую. Я его вижу. Я его слышу на вкус. Назначил мне ещё на понедельник приём. Это аж 17-й день уже после удаления будет. Я думала, если честно, что сегодня он мне скажет, «Вы всё, мы свободны. Всё хорошо. Всё прекрасно. Там зажило». А нет. История ещё продолжается. Короче, я вообще отказываюсь понимать какую-то логику в этом всём. Потому что сегодня 14-й день. 14-й. И к вечеру у меня настолько раз болело. Се слева внизу. Одновременно и зубная, и головная боль. Это просто какая-то жесть была. В итоге обезболивающая более-менее меня поставила на ноги. Но всё равно где-то с 5 вечера до 10 вечера я промучилась. Потому что боль прошла не полностью. Сейчас я уже более-менее вычухалась. Но я не думала, что через 2 недели будут такие сюрпризы. День нормально, день ненормально. Короче, не угадаешь вообще, как завтра будет. Сегодня 17-й день. 15-й и 16-й я ничего не снимала. Потому что там, в принципе, было одно и то же. После пятницы, после 14-го дня, когда я выпила последний раз обезболивающие, мне, в принципе, стало лучше. Хотя я ощущала какие-то тянущие такие боли. То есть мы слишком проскакивали, но до этого не доходило. Сегодня 17-й день. Я ездила на приём к хирургу. Мне делали промывание со шприца. Потом мне вычищали еду, которая забилась. И было это крайне неприятно. И потом мне наложили повязки с лекарством. Из-за которых набирался целый рот очень горьких слюней, которые приходилось сплёвать. Извиняюсь за подробности. И в этой слюне была кровь. То есть во время того, как вычищали вот это вот всё, еду там мы промывали, видимо, повредилась как-то лунка, десна, и она начала кровоточить. Первый раз в того времени, как нас закрыли на локдаун в марте, и при этом потом ещё с зубами эта вся история, я первый раз в марте поела где-то вне дома. И понятно, что мне тоже потом нужно было промыть это всё, прополоскать. Но мне так хотелось, что я нашла выход, и я купила бутылочку с водой и засела в кустах, там полоскала руку. Мне назначили визит ещё через три дня. То есть получается, это уже будет почти три недели без одного дня. То есть это будет двадцатый день уже. Я надеюсь, я каждый раз надеюсь, что это последний визит, и каждый раз он не последний. Сегодня, кстати, мне две лунки обрабатывали, две лунки перевязывали, хотя в прошлый раз одну, и врач сказал, что одна уже вроде нормально зажила. В общем, я надеюсь, что мы уже как-то будем заканчивать скоро с этим всем. Я к вам сегодня просто с замечательными новостями. Сегодня двадцатый день. Ну, грубо говоря, уже прошло три недели. Я сегодня была у хирурга. Я ему сказала о том, что позавчера и вчера я чувствовала себя хорошо, плохо я чувствовала только в понедельник после вот этих всех манипуляций. Но я вам рассказывала, что у меня начало побаливать, а потом два дня, в принципе, всё было хорошо. Я ему об этом сказала. Сегодня мне опять сделали промывание, опять сделали перевязку, опять всё почистили. Всё уже как понакатано. Я уже, честно, привыкла туда ездить. Я сегодня посчитала около десяти раз, наверное, я была на перевязках за три недели. То есть так нормально, в принципе, я туда поездила уже как на работу. Он мне всё это сделал, наложил лекарства, наложил бинты и сказал то, что мы с ним, скорее всего, уже будем прощаться. Пожелал мне всего хорошего и сказал, что если вдруг что-то будет не так, то я должна буду ему сказать, должна буду позвонить, записаться и сама уже приехать. То есть каких-то уже назначенных визитов у меня не будет. Если вдруг что-то, то мне нужно обратиться. Но всё равно мне ещё нужно несколько дней, дня 3-4 нужно полоскать хорошенько, с груши промывать под напором. Но при этом там ещё остались какие-то моменты, которые должны дозатянуться, поэтому мне нужно держать всё там в чистоте. Это сейчас всё на моей совести, чтобы всё до конца хорошо затянулось. То есть если, в принципе, я буду сейчас всё это соблюдать, всё то, что он мне сказал, то, в принципе, всё должно быть нормально, и мы с ним уже не увидимся, и всё будет хорошо. Я его, конечно, поблагодарила за всё, и я настолько счастлива просто вынеслась оттуда. Ехала домой, встала на остановку раньше, чтобы пройтись. Такая погода замечательная сегодня. Смотрю, бабушки на остановке продают цветы. Я думаю, у меня сегодня праздник, поэтому я должна купить себе цветы. Купила вот такую огромную охапку ландыша, и теперь они стоят и радуют мой глаз. Так что я просто сегодня безумно счастлива. Конечно, я ещё подожду несколько дней, чтобы всё уже точно было хорошо, и тогда вам уже отчитаюсь по поводу своего окончательного самочувствия. Единственное, вот что осталось, то, что меня беспокоит, это вот здесь, в конце аж зубного ряда, там, где даже заканчиваются семёрки, граничащие с лункой, у меня на дёснах остались прям раны, которые позатягивались как будто корочками. Я так думаю, что это какие-то глубокие раны от держателей рта, потому что они вот уже три недели заживают, и всё никак не заживут, уже лунки позатягивались. Кстати, лунки сейчас выглядят уже нормально, они приобрели форму нормальной слизистой, просто такой бледновато-розовый, то есть на вид уже как будто у меня даже ничего там и не было. Тот челевидный дефект, про который он говорил, мне его особо и не видно, потому что он аж со стороны зуба, и я не могу туда чисто вот механически залезть, посмотреть, что там такое, но полоскать нужно. И, кстати, я слышу, когда туда забивается пища какая-то, это ощущается. Поэтому я пытаюсь там всё, как он говорил, вымывать. Вот так. Я, наконец-то, начинаю возвращаться к нормальной жизни. Кушаю я уже всё намного увереннее, уже быстрее, не так, как улитка, не передними зубами пережёваю. Уже всё хорошо я кушаю, но без твёрдой пищи, конечно, всё до сих пор без корок, без сухарей, вот этого травмирующего. Но при этом я же уже так уверенно кушаю, уже так себе даже ничего не перемалываю. Так что по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, вот за три недельки, в принципе... Да, конечно, долговато, мне кажется, потому что я знаю, у некоторых всё намного быстрее, но вот так вот. Так что всё. Сейчас главная моя цель, это моё хорошее самочувствие продлить и закрепить. Давно не виделись, потому что сегодня 7 июня, прошёл ровно месяц, и на такой знаменательной дате я, наверное, хочу закончить это видео именно об удалении зубов. Конечно, впереди меня ждёт ещё ортодонтическое лечение. Конечно, это ещё не конец, скажем так, это была только подготовка к лечению, потому что ортодонтическое лечение займёт немало времени. Я обязательно буду держать вас в курсе, если вам интересно, и буду рассказывать в дальнейшем, какие мои ощущения на сегодняшний день. На сегодняшний день, в принципе, всё уже в порядке. Где-то с третьей с половиной недели, третья неделя и немножко, и до четвёртой, это примерно тот период, когда я начала уже хорошо питаться. Я начала уже, в принципе, всё хорошо быстро пережёвывать, то есть я уже не сидела над тарелками долго, и при этом уже включила в свой рацион привычную для себя пищу. Один раз я порезала десну, потому что я съела острую корочку хлеба, больше я этого не делала, я вроде бы была аккуратная, но всё равно там всё ещё очень нежное, чувствительное. Какую-то острую пищу я до сих пор ещё не ем, каких-то сухарей, чипсов, но, в общем, чтобы вы понимали, о какой пище сейчас идёт речь. Опять же, где-то после третьей недели я уже перестала задумываться, какими зубами я ем, где именно пережёвываю, то есть, в принципе, когда пища попадала туда, на место, где находились восьмые зубы, то это не вызывало уже у меня какого-то дискомфорта или болевых ощущений. Но остался ещё один момент, который меня беспокоит, это то, что пища между щекой и дёстами, она до сих пор застреёт, и мне приходится каждый раз после приёма полоскать рот. Я полоскаю со стакана, иногда, если не вымывается, то я применяю ещё и грушу. Мне хирург сказал, что десна со временем должна опуститься, так как снизу нарастает костная ткань. Это, в принципе, нормально. Это занимает больше времени, чем зарастание самой десны. Зарастание костной ткани это более сложный процесс. Один-единственный раз у меня болело за это время, пока мы с вами не общались, это было после того, как я поела в городе. При этом я купила бутылочку воды, чтобы пополоскать, но, видимо, пища вся не выполоскалась хорошо, и я чувствовала ощущение давления. Но, к счастью, это всё прошло без применения обезболивающих. То есть, в принципе, это было не длительно, это было буквально несколько часов, и всё прошло. Ещё кроме пищи, которая застреёт, у меня ещё остался один момент, который, ну, не то чтобы сильно меня беспокоит, но он есть. Это то, что на верхних дёснах, я не знаю, из-за чего это, я вам рассказывала, что там были как бы раны такие, которые затягивались корочками. До сих пор, когда я улыбаюсь, когда я напрягаю вот эти мышцы, у меня есть болезненные ощущения. То есть, нет самих ран, но есть ощущение, что мне больно. Возможно, это из-за держателей, возможно, из-за травматизации, уколов. Я, честно, не знаю, из-за чего это происходит. Конечно, я ещё дальше понаблюдаюсь. Если это сильно будет меня беспокоить, то я обращусь к хирургу. И я вам вкратце рассказала по поводу своего самочувствия. То есть, в принципе, уже всё хорошо. Единственное, напрягает, что я не могу поесть где угодно, где попало. То есть, есть ещё такой момент аккуратной чистки зубов. То есть, как бы раны уже зажили, уже не всё плохо, но при этом я ещё об этом помню, я ещё ухаживаю. И, наверное, заключительным таким эпизодом станет ответ на вопрос, жалею ли я, что удалила сразу четыре зуба мудрости, и жалею ли я, что сделала это под седацией. Я даже не задумывалась об этом в период заживления. И это мой большой ответ, что я не жалею, и я бы повторила точно то же самое во второй раз. Потому что моё заживление, да, оно было не коротким, оно было довольно длительным. Но даже если заживление одной лунки происходит, короче, на одну, на полторы недели, умножить это на четыре с какими-то промежутками, представьте, сколько это по времени. Я, честно, даже не хочу представлять, сколько длится это мучение. При том, что удаление самих зубов в стоматологическом кресле, ретинированных или дистопированных, или и то, и то, это мучительное занятие. И есть ещё такой момент, я не знаю, насколько это правда, потому что, к счастью, мне не с чем сравнить, но говорят о том, что удаление зубов под седацией, оно менее травматично для самого пациента, чем удаление зубов в стоматологическом кресле у терапевта или у хирурга, но не под седацией. Потому что пациент, само собой, из-за того, что он переживает, он напрягает мышцы рта во время процедуры, у него есть страх, соответственно, может быть больше отёка, может быть больше гематом. Опять же, я не знаю, насколько это правда, но вы видели, что происходило с моим лицом. Огромных синяков у меня, к счастью, не было. У меня был замечательный хирург с замечательными золотыми руками, который не зашил мне специально верхние лунки и сказал, чтобы кровь вытекала оттуда в рот. И я её сплёвывала, и что это лучше, чем получить гематомы. Я его просила о том, чтобы он зашил верхние лунки. Он мне объяснил, почему он это не делал. Хотя, по факту, раны у меня были. Можно было зашить все четыре лунки и не париться. Я вам сказала о том, что я просила зашить верхние лунки. У меня было, наверное, ошибочное мнение, то, что если лунки зашиты, то это менее страшно, чем открытые лунки. На практике оказалось совершенно всё не так. И швы, и дренажи, это довольно болезненная вообще процедура. И ходить с этим всем намного болезненней. И это действительно мешает намного больше, чем лунки. Мне казалось, что если там будут чёрные дыры, это будет меня пугать. А если всё там будет аккуратно зашито, то нет. А на практике, на самом деле, это не так приятно, как бы казалось. Ещё одним моим переживанием было, как я буду есть, выживу ли я вообще после этого. То есть, в целом, как будет происходить заживление. Вообще, смогу ли я это вывести? Потому что даже вот все мои знакомые, буквально не все в один голос кричали, неааа, четыре зуба мудрости. Я могу сказать, что это всё реально. Конечно, у всех разный болевой порог, но мои зубы, они были совершенно не самыми простыми в удалении. Я вам рассказывала об этом в первой части. И всё прошло, хорошо, я выжила. Скажу так вкратце, что эту бы процедуру врачи не предлагали, если бы это было невозможно в плане еды, в плане боли. В плане еды в целом, да, конечно, вы не сможете есть обычную пищу, но вполне можно выжить на пюреобразной, на кашеобразной, на супах, на йогуртах, на смузи, на молочных коктейлях. То есть, да, у меня было такое ощущение голода, наверное, первую неделю, потому что мой желудок, он не получал вот такую пищу более твёрдую, то есть, я не чувствовала такого насыщения в желудке, но при этом мне не было плохо, у меня не кружилась голова, я кушала калорий столько, сколько нужно было, но вот ощущение, да, оно было такого лёгкого голода, то не могу сказать, что я там голодала, и я лежала, и не знаю, у меня там желудок вот так ссыхался, нет, такого не было. По поводу болевых ощущений тоже, я вам всё рассказывала, как всё происходило, такого, чтобы я не спала от боли или ещё что-то, это было только в первую ночь, все остальные ночи я спокойно спала, пила, один пакетик, не месила в день, это максимум, я не пила его больше, хотя можно было. Ну и, конечно же, если вы надумаете удалять 4 зуба мудрости под седацию, я бы вам советовала, чтобы кто-то был возле вас это время, потому что, во-первых, меня даже не пустили бы на операцию, если бы я приехала сама, мне даже по телефону сказали и на приёме сказали, что я должна быть в сопровождении, то есть, со своего опыта я могу сказать, что для того, чтобы это всё прошло максимально для вас комфортно, нужно выбрать хорошего врача, нужно сделать все необходимые анализы, нужно подумать о пище, которую вы будете принимать, просто придумать, хотя бы наперёд, на несколько дней первые, чтобы у вас не было ощущения, что вы умрёте с голода. Купить блендер, если у вас нет блендера, это обязательно, потому что я не знаю, чем бы я питалась без него, чтобы рядом возле вас кто-то обязательно был, ну и настраивать себя на лучшее, потому что на самом деле нервов у меня было намного больше до операции, чем после. Даже когда я отошла от операции, дома я была через несколько дней, я чувствовала себя лучше, чем за день, чем за два до этого, потому что операцию мне назначили за неделю и целую неделю каждый день я ходила и думала об этом, а когда приехала домой после этого всего, я подумала, седаться это не так страшно, и всё будет хорошо, никто не отпустит вас, если у вас там будут реки крови. Я не знаю, во всех ли стоматологиях так делают, но я была около 10 раз на перевязках, на осмотрах после операции, буквально каждые два дня через день следили за мной, за моим состоянием, промывали, и не было даже возможности того, чтобы начались какие-то осложнения. Вот этот челевидный дефект, о котором я рассказывала, это просто вот так десна заживала, но это нельзя назвать каким-то осложнением, я говорю о более серьёзных ситуациях, если вы понимаете, о чём я, вы, скорее всего, понимаете, если вы уже начитались об удалениях. Ну и, конечно же, сама седация, это, не знаю, стоматологическим богом данная процедура, потому что, скорее всего, вам уже рассказывали ваши друзья-знакомые, как им там долбили, выкручивали, высверливали, выламывали челюсти, даже если это всё происходит так, как рассказываю, то я не думаю, что, если есть возможность, стоит это всё видеть и чувствовать. Если есть возможность сделать подседации, то я бы рекомендовала сделать подседации, если, конечно же, нет никаких противопоказаний, то это просто замечательный вариант и нервы, конечно, крепче, нервы целей. Так что я с уверенностью могу сказать, что я сделала однозначно правильный выбор, что я не совершила ошибку, что я так сделала, что мне, наоборот, было легче пережить это всё сразу и не растягивать это на 4 или на 3 месяца, это просто какое-то сумасшествие. И по поводу того, что невозможно есть, я не знаю, как после одного зуба, например, после одного удаления люди едят спокойно, но на самом деле болит нафиг просто всё. Вот я задумалась насчёт того, смогла ли я жевать бы нормально. Ну, очень сильно я в этом сомневаюсь, что я бы могла нормально жевать, потому что пища всё равно, она не как поезд по колее идёт, она всё равно в ротовой полости как-то перемещается и есть шанс задеть, есть шанс того, что попадёт пища туда. Ну и, конечно же, половина дела это хороший хирург, хорошая стоматология, ваше правильное решение, хороший настрой и серьёзное к этому отношение. Очень важную роль ещё играет ваша самостоятельность и то, насколько вы серьёзно к этому относитесь. То есть, все те процедуры, которые были мне назначены, все рекомендации, всё, я абсолютно всё соблюдала, я не пропустила ни одного осмотра, всё то, что нужно было, я делала. Вот это, это тоже очень важно для того, чтобы не было осложнений, чтобы всё у вас хорошо зажило и что всё было... В любом случае, что бы вы ни выбрали, нужно помнить о том, что медицина сейчас шагнула на не знаю сколько шагов вперёд, что уже существуют методы комфортного удаления, комфортного лечения. Я надеюсь, что это видео в двух частях вам помогло решиться, определиться, успокоиться, я не знаю в конце концов. Так что я вам желаю, чтобы у вас в любом случае прошло всё хорошо, хорошего вам настроя, быстрого, главное, и безболезненного заживления. Если у вас вдруг остались какие-то вопросы, и я забыла про что-то сказать, возможно, потому что за целый месяц у меня вот куча всего произошло, куча эмоций, просто я не знаю, честно я говорю, у меня прям мурашки бегут по коже. Обязательно оставляйте свои вопросы ниже в комментариях, я на всё отвечу. Если вам было полезно и интересно, то ставьте пальчик вверх, возможно, вам просто было интересно глянуть, как я мучаюсь, тоже, пожалуйста, поставьте пальчик вверх. А у меня не на сегодня, а у меня вообще уже с удалением всё. Я вас всех обнимаю, желаю вам удачи, до скорой встречи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok